алло алло внимание друзья начинаю запись и с компьютера вот в этом случае получается лучше фильма но хуже звук я так не так лучше фотографии и снимаю снаружи видеокамеры такого случае получается хуже изображения но зато мой голос четче слышу так что выбирать будем потом а пока поехали вначале хотел показать нашу переписку но человек может обидеться уважаемая дама прислала мне вот эту фотографию и спросила у нее нечто подобное вот так же надо привать и она же еще не сказала ее слова а вы валерий консервис учите как можно ближе к основанию ветки что мне делать а они соседом как раз соседей хотят привать у них уже все настроено не хватает только одно добро от железного если бы я сказал да да вот как здесь на фотографии но если так бы и было бы но к сожалению я вынужден сказать нет и тогда она начала спрашивать дальше и второе было важнейший вопрос если улучшенной куплировкой то какой длины должен быть срез вот я ответил значит пять к одному примерно пять к одному отношение длины среза пять допустим долей это диаметр вот этой ветки она начала мне пояснять а так ли это не так я поняла я понял что надо делать фильм дальше было еще горячей константинович вы не можете мне я сказал пишу фильм вы можете через пять минут ее слова прислать фильм мы соседом настроены уже плевать я сказал через сорок минут и дальше я буду уже как бы настроен как бы быстрее 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 хотя от этого страдает качество пусть это прямо начинаем работать и так снимок не страшно не понравился здесь слова против слова он считает 15-20 метров почему именно 15-20 мне трудно понять кстати очень часто есть цифра если братья сюда не проводят штаб кто-то решил на раз навсегда в миллионы в мозгу что надо тысяч сантиметров выше уровня земли вот это тоже неправильно продолжаю утверждать это первое как можно ближе к земле если речь идет о прививке том что мы отрезаем практически по железу полностью я вам покажу фотографии полностью сам вот для этого есть причины предпосылки чисто физиологически вот чтобы подводить давил на прямую всю верхушку и всю хрону подвое убираем это и что касается физиологии ну а дальше здесь боковая ветка когда я говорю надо прививать как можно ближе к штамгу это скелетная ветка при этом получается ну так что пальцы пролезли 2-3 сантиметра и дальше обычно это 3-4 сантиметра это косой срез если бы видно было вот моё вот видите видно вот здесь надо привать теперь слово против слова почему даже в железо верить наверное лучший сад россии по качеству плодов от этого зависит не только приживаемость ребята качество плодов зависит от этого как можно ниже тем более качестве плоды тему раскрывал послезавтра вебинара до номера 232 и там еще не раз мы к этому вернемся и будет 332 вебинар и 432 пока свободы горим пока сердца для чести жизни живым мой друг от жизни посвятим души прекрасные порывы пока вот такие оппоненты я должен стать свою точку зрения значит слово против слова наука должна была сделать допустим 100 прививок по железу 100 вот таких вот как здесь а потом сказать все таки прав кто-то один так не бывает что он был права я даже не говорю железо прав но вы становитесь но никто не хочет этим заниматься а я сказал сотня против сотни прививок а я сделал за свою жизнь и десятки тысяч я только саженцы вырастил 30 тысяч и вот а начинал я где также вот видел такие фотографии то есть так же делал и в конце концов я привал ниже ниже получались лучше а я ниже 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 и тогда получается опять все таки слово против слова а еще 30 тысяч привозил и будет утверждать что надо повыше эти 15-20 м что нам делать друзья ну есть люди они много наверное люди профессиональные профессиональные приводчики сделали даже не 30 тысяч как я вырастил с адресом а возможно и делали сотнями тысяч приводчиков это так просто но другое дело что они их видели прививку сделал обмотал и больше и забыл а я вырастил и сравнивал вырастил и сравнивал то есть опять слово против слова прошу верить мне вот ну а дальше что раз если вы мне поверите я должен уже немножко сделать более детально но пока прежде чем мы расстанемся с этим снимком и на мой взгляд неправильно здесь понимаете ой как это сказать то если бы почувствовали какая большая разница вот здесь вот сделаете прививку и вот эта венточка хорошо что они все не обломаются я всю жизнь подвязанная жить вот и плоды мельче и до этого уже говорил еще вот не могу я удержаться почему каждый раз вот здесь была ветка вот здесь была ветка и он ее отрезал почему ты ее не замазал зачем ты вообще отрезал что ты сейчас сделал у тебя здесь прививка и вот ты 15 сантиметров 20 делаешь прививку отсюда мороз сюда вот это место все это гнойник а там прививка а там прививка разве можно так людей подставлять но мы не знаем кто это скорее всего никогда не узнает мы критику ну что поехали вы знаете куда сейчас мы сейчас поехали с вами вот сюда вот сюда нет не сюда это моя лекция следующая я покажу вам такие чудеса вот я буду вас учить отличать нарисованные фрукты вот представьте себе горшок представьте себе в горшке несколько килограмм плодов маленькая толщиной с палец штамбик и она не падает и ветером не падает а якобы в степи 여기 вот эта под叫 вы с вами сейчас куда а пук להтосовом а мы с вами попадаем до подано вода итак эта папка называется прививка сейчас получается так все это мы проходили а те кто случаев подала а где найду среди 4.000 фильмов тот самый А у меня есть диски Когда я говорю Ребята, купите диск про прививку Он стоит 300 рублей 300 рублей, вы знаете, что это такое Вот, и бутылки пива Вот, или Ценейшей дистати Вот, или это самое Еще можно купить за 300 рублей Знаете, что Бутылку самогонки Литровую Или пол-литровую Это самое Не суррогат, как раз Самопал Водку из этого Из гаража Вот это вы можете А когда я говорю Купите водит за 300 рублей Люди обижаются Вот Просто обижаются и все И считают, что Я должен учить бесплатно Давайте бесплатно Итак Я буду пропускать некоторые Некоторые комментируют Особенно там, где речь идет О длиннейшей срезе Вот это я сильно задел Пойдем пока подряд Это ветки конкуренты Так бывает Если ветка привитая Такого нет на ветках Которые выросли Косочки, семечки Я это называю Перевод ветки конкурента В второстепенное состояние Ну то есть Она становится После такой операции Хирургической Она становится второстепенной Ну и заодно Можешь испытать Другой сос Вот Смотрим Итак Я предложил Всем Два Варианта Первый Вот он Самая левая Нож Это есть лучшая Каполировка Прекрасно видно Это мой учебный Снимок Вот Обратили внимание На расстоянии Одной треть Сделали расщеп И получается Нож туда проник Еще на одну треть Достаточно Так А вторая Если Вот тут Представь себе Что совпадает диаметр И все прекрасно получается Один к одному А вот это вот Толстая ветка Ну я ведь Упустили Но еще Бывает не хуже По результатам Сюда вставляются две Смотрите Сюда пошел клин Вот он Вот он Вот И он полностью Заполнил Это пространство Осталось обмотать Так Ну Наглядно Согласитесь Вот Теперь смотрим Длина среза Что я имел ввиду Она мне не поняла Вот диаметр Допустим Здесь 5 мм Так А это Я говорю 5 к 1 То есть Вот этих Должно быть Таких диаметров Раз Два Три Четыре Пять Примерно И Если Получится 6 Когда будете Делать срез Вы будете Делать По наителю Движение Ножом У всех Саженцев У всех У всех Разная А кстати Проверить надо Идет 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 Запись Значит 6 к 1 Ничего Потому что Предновидится сложно 4 к 1 Тоже ничего Итак От 4 к 1 До 6 Вот это Соотношение Диаметра И Длиной Среза Вот только Теперь И станет Понятно Потому что Она Меня Так сказать Разговоре Не получилось Удачные Прививки Вот такие Вот Получается Только Если Прививка У основания Штамма И вот Что интересно Многие Наивно Полагают Причем Называясь Семья Специалистами А я На высоте 30 сантиметров Привив И он Мне уже На 30 сантиметров Будет Мощнее Дорогее Дудки Половину Меньше Будет Вместо Вот этих Двух Метров С лишним Это Однолетие Нет Если Песком Однолетие Я бы Собрал Это Примерно 4-5 Месяцев И дальше Будет Расти И вот Он Теперь Так Если Привит У земли А я Покажу Дальше Это Одно А если Он Он Был бы Примерно Там Где Вот У меня Городный Карман Ну Такой Был бы Поверьте Мне Чем У Который 30 тысяч Вырос А добавьте Неудачные Прививки Учем Вы Получается На 40 тысяч Идем Дальше Пока Все Подряд Вот Это Темя Не Имеет Но Если Вы Закроете Бутылками Вы Сэкономите Месяц На Вызревание Почек Одна Из Причин Почему Я Прославился Со своей Технологией Подбутылками День За два И здесь Сибири Они До конца До конца Вызревают А вот То что Привая Где-то Еще и в Мае А где-то Уже В октябре Заканчивается Вегетация И все А он Еще На нем Листья Висят А вот Мороз Все Вот Этого Никто Не Учитывает Особенно Те Кто Майские Праздники Покупают Саженцы А сегодня Ребята А сегодня Ребята 25 апреля 25 или Кажется 25 апреля Как Проверите Вот Но Во всяком Случа Впереди Майские Праздники И только Начинается Майская Забота То есть Саженцы С листьями Будете Покупать Наверное Смерть Так что Давайте Друзья Учиться Привая Самим Ну вот Так Можем Две Ветки Не пропадать Я это называю Фотографию Не пропадать Добро Испытаем Еще один Сорт В горстках Да И в этих Ветрах Тоже Неплохо Получается Особенно Тогда Когда То Земли Нет У человека Вот Есть Много Причин По которому Люди Вынуждены Ну а я Просто Эти саженцы Соседю Будет Продан И Важнейший Момент Выращивайте Ведрах Это Не по теме Посмотрите Разрез Бог Видели 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 Вот он Разрез Все Что Будет Весной Тает Снег Все Должно Вытекать Отсюда Никаких Какого Льда Вот здесь Это Верная Смерть Саженцев Вот Всегда Так Нету Вот этой Прорези Снег Ляжет Растает Все Замерзшее Будет Стоять Лужа Поверх Саженца И Уничтожать Его Разрушая Кору Вот Это Та самая Прививка Почка Это Еще Ладно Это Супер Специалист Прививает Настоящий Ученый Настоящий Полковник Вот Прививка Почка Наиболее идеальный Вариант Когда Можно считать Что Саженец Получился Полноценный Но Есть Ученые Это Ученый Сад Вот Я боюсь его фамилию Называть Я бы назвал Я бы хвалил бы это Но С Какой-то Вот Пренебрежением Ну Как бы Сказать Какое-то Такое Не Пренебрежение Нет Вот Ладно Проехали Пропускаем Вот Про наживы Это Отдельный Разговор Про Выращивание Вернее Так Прививка Ранние Последний Снег Это У нас Ну Потом Есть свежая фотография Там Получается Здесь 25 То Снег Еще Лежал 22 23 24 И Сегодня Еще Не весь Апреля Но Это Зима Задержалась Обычно Мы Приваем Чуть Раньше Снег Сходит У нас Сибирь Южная Вот Это Другая Тема А Нет Ребята Стоит Только Верхушку Привить Не Верхушку Даже В середину То есть Спасти От Влаги Спасти От Влаги Стамп Который Гниет Из-за Которого У нас В России Нет Ни черта Груш Но Это Отдельная Тема Я пропускаю Много Интересного Вишни Которая Никому Не нужна Ну Саженцев Железом Вот так Выглядит Смотрели Полюбовались Прямо С плодами Видите Ну Я просто Годом Раньше Никто Не купил Вот И Получилась Волочная Вишня С плодами Есть Отдельная Тема Очень Интересная Которая Углубляем Расширяем Углубляем Расширяем Но Я Это Все Пропускаю Вот Кстати Вот Так Выглядит Она Вот Что Дает Бутылка Ускоренный Рост Дальше Вот Эта Учеба Посмотрите Сейчас Помните Я Говорил 5 К Допускается 4 К Одному И 6 К Дальше В общем То Не Так Плохо Казенное Изображение Не Так Уж Плохо Немножко Грубовато Рассет Делается Почему То В одном Случа Правильно Справа А В середине Правильно Вот Так Небрежная Работа Вот Я Много Вот Таких Вещей Комментировал Здесь Страстные Ошибки Это Что Посмотрите Это Это То Л Английский То Л Латинский Вот Старинное Все Это Все До сих пор В ходу Очень страшно Ну Это Любимый Мой Нож Но Это Отдельная Тема Вот Все Эти Варианты Это Еще Не Все Далеко Не Все Их Надо Просто Исключить Исключить Оставить Только Еще Раз Лучная Капулировка Так Вот Она В самом Центре Вот И Врачеб Вы Можете Увидеть Тут Тоже Есть Несколько Врачеб Все Остальное Вот Особенно Нижнее Видите Это Называется Прививка Почкой Прививка Ситком Прививка Окунуровкой Не Связывайтесь Не Для Нас Это Все Это До Массового Производства Где На ветке 40 Почек Значит 30 Из Них Может Кроме Самых Верхних Идут В дело А Там Среди 30 Ростовые И Цветочные А Все Подряд Лепим Это Сколько Дурной Работы Если Под руку Поднос Попала Не Ростовая А Цветочная Почка Или Повсе Название Плодовая Надо Заканчивать Этот Разговор Еще Должен Я Пообещал Через Полтс Она Серновик Этой Записи Получит Вот Это Другие Комментарии Уже Вот Тут Такое Это Сорвое Ёлки Палки Если Вы Знали Сколько Халтура Крупнейшего России Крупнейшего Вот Так Сращивают Внимание Вот Так Вот Так Видели Как Сращивают Диаметры Видели Как Подгоняют Это Подлость Настоящая И Реальная А Те Кто Закажет Попусте Потом Говорят Ой Все Мертвое На Вебинаре Пусть И это Но Пару Горьких Писем Я Все Таки Покажу Вебинар Почезавтра В понедельник Видите С одной стороны Все Прекрасно Все Все Отлично Девят Разно А теперь Глядите На другую Сторон Видели Видели Подлость Эту Немысли Это Я Воспроизвел То Что Видел Своими Глазами Вот Так Вот И Продают Я Ничего Не Применесил Стал Б Я В голову Ворочить Ну Дальше Идет Совместимость А Это Другая Тема Совместимость Работа Вот Эти Мульти Деревья Четыре Сорта Неплохо Есть Еще То Что Надо Комментировать И Пленка Волюмест Когда Мне Прислав Фотографию Дам Говорит Да Что У меня Случилось Почему У них Вот Такие Вот Наросты Выше Прививки А Теперь Представьте Себе Говорю Что Вам Взяли Вот Эта Пленка Обмотали Горло Вот Если Покажу Варят Что Дети Сам Компьютер Снимает Представьте Себе Горло Обмотали Глаза На Лоб Вот И Получилось Здесь Все Сдавлено А Здесь Дерево Подыхает Вот Она Вот Так Сореагировала Ну Что У меня Тут Отворилось А Снять Пленку Догадалась Ну Отругал Поотечески Поотечески Не Обидно Отругал Ну А Дальше Вы Видите Привыка Как Можно Ниже Как Можно Ниже Да Часто Цветочные Почки Появляются Не Обращайте Особенно Яблонь На них Немать Просто Не Вдумайте Оторвать Ничего Они Просто Отпадут Один Случай На Тысячу Когда Вдруг Появляется Яблоня Яблонька Плод Такая Редкость А так Она Не мешает Не Вдумайте Лезть В Свои Дела Сама Дерево Разберется Ну Что Будем Заканчивать Есть Много Проблем Каждая Вот Такая Фотография Каждая Это Мои Эти Самые Как Сказать Это Учеба 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 И Учеба Вот У меня Такие Фотографии Тысячи Вот Тысячи Я сейчас Ну Еще Это Скажу Я Бутылки Показывал А скелет Выбирайте Наиболее Вертикальные Ветки Не все Подряд Наиболее Вертикальные Еще Можно Было Вот Эту И Вот Эту И Вот Еще Четыре Привил Если Надо Было Получилось Чуть Не Десять И Шансов Гораздо Больше На Преживаемость Если Вы Хотите Переделать Дерево С Мелкими Вкусными Плодами И Многие Говорят Ни в коем Случа Нельзя Подполитирен Можно Только Дикую Жару Надо Снимать А Так Как Я Делаю Очень Рано Прививки То Еще До Нельзя Что Меньше Сыхание Пока Еще От Корнеек Придет Сок От Корнеек Ну Что Заканчив Только Фотографии И Кажем Надо Комментировать 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 Вот Это Называется Прививка За столом Прививка За столом Прививка За столом Не Могу Все Комментировать Вы Видели Такие Челесные А Сибирь Вот А то Крупнейшие Питомники Сибири Черешни Торгуют Вы Спросите Где У них Черешний Сад Ни Одного Дерева Нет Маточного С которого Черенок Можно Срезать Ни Одного Ни Одного Осажен С Тысячи Вот Это Загадка Куда Уж Фокус С Его Кроликом Это Маточное Дерево Специальная Обрезка Специальней Проходили 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 Вот Все Вот Тут Я И Закончу Ребята Я Делаю Объявление Для тех Кто Сошлется На мои Слова Не Не До Всех Кто Пусть Пусть Покупает По Нормальной Цене Больно Сильно Калечил Я Деревят Итак Черенки Я Продаю Отныне За Пол Цены Если То То Есть Уже Второе Скидываю Уже Одну Цены Пол Цены Любой Черенок 100 Рублей Начинал Я Вспомните 200 Рублей А Персики 300 Рублей А Сейчас Даже Больше Половину Получается Любой Черенок 100 Рублей Включая Персики Раз Вот И Косточки Тоже Последние Денечки Идут Когда Можно Заказать Пол Цены На Косточки Пол Цены На Косточки Абрикосы Сливы Вишни И так Далее Вот Это Я Хочу Сказать А Так Как Телес Чувствовал Напоминается Хорошо Последние Напомнили Пол Цены На Косточки И Черенки Все Что Хотел Я Сказал До Свидания Друзья Вот Я Закругляюсь Остановить